Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». С прогнозом погоды на телеканале «Магия кухни» ознакомлю вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Екатерина Черкашина. Здравствуйте, друзья! В заключении выпуска поделюсь с вами информацией о полезных свойствах оливок. А сейчас прогноз погоды на субботу, 24 ноября. В городе, расположенном на берегу Каспийского моря Актау, ожидается пасмурный день, возможен снег. Температура воздуха днем плюс 2,4, в ночное время понижение температуры до 0, плюс 1 градуса. Геомагнитное поле в пределах нормы. В культурном центре нашей страны, городе Актобе, синоптики обещают солнечный осенний день без осадков. Днем температура на отметке минус 1,3 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до 5-7 градусов мороза. Максимальная скорость ветра до 9 метров в секунду. Прогуляться по набережной реки Урал смогут жители Атырау. Этот субботний день обещает быть облачным без осадков. Температурные показатели днем плюс 1,3, а в темное время суток 2,4 градуса ниже нуля. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В эту субботу жителям города Байконур синоптики прогнозируют ясный день. Температура днем на отметке 0,2 градуса, ночью 4,6 градусов мороза. Ветер умеренный 7 метров в секунду. Небо над городом Балхаш 24 ноября будет ясным, а день относительно теплым. Температура воздуха днем минус 3,5 градусов, ночью 8,10 мороза. Геомагнитное поле без возмущений. В городе Металурга в Жасказгане погода немного покапризничает. Ожидается переменная облачность. Дневная температура минус 3,5 градусов, ночью минус 7,9. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. В городе с большой историей Караганде погода будет в отличном настроении. День ясный, а солнышко прогреет дневную температуру воздуха до минус 4,6 градусов. Ночь чуть-чуть прохладнее, 8,10 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Над живописным местом нашей страны, городе Кокшетау, небо затянется тучами. Возможен снег. Одевайтесь теплее. Температура днем на отметке минус 1,3 градуса. Ночью ожидается похолодание до 4,6 градусов мороза. Максимальная скорость ветра 16 метров в секунду. В Кустанае 24 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем 1,3 градуса мороза. Ночью минус 6,8. Ее магнитное поле без возмущений. Казаларда встречает этот субботний день относительно теплой, пока еще осенней погодой. Днем солнышко успеет прогреть температуру до 2,4 градусов тепла, а в ночное время минус 5,7 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. В Павлодаре 24 ноября ожидается снег, но пасмурный день, я надеюсь, никак не омрачит ваше отличное настроение. Температура воздуха днем минус 1,3 градуса. Ночью столбики термометров на отметке 4,6 градусов мороза. Влажность воздуха 80%. На севере нашей республики в городе Петропавловске субботний день обещает быть временами солнечным и снежным с переменной облачностью. В дневное время суток температура воздуха 0,2 градуса, ночью 4,6 ниже нуля. В одном из крупнейших городов Казахстана, расположенном в восточной части страны Семии, прогнозируется облачный день со снегом. Днем температура воздуха минус 1,3 градуса, ночью 6,8 градусов мороза. Максимальная скорость ветра до 15 метров в секунду. В Талдыкургане облачный день, ожидается дождь. Не забудьте взять с собой зонт. Температура воздуха днем 6,8 тепла, в ночное время суток 1,3 градуса ниже нуля. Геомагнитное поле без возмущений. Жителям Тараза синоптики обещают дождливый день. Температура воздуха днем плюс 7,9 градусов, ночью 0,1 градус. Атмосферное давление 700 миллиметров ртутного столба. Жители Тимиртау ожидают пасмурный день, одевайтесь теплее, возможен снег. Днем температура воздуха поднимется до 2,4 градусов мороза, а ночью 10,12 ниже нуля. В духовно-религиозном центре Средней Азии в Туркестане ожидается облачный день, временами дождь. В дневное время температура прогреется до 6,8 градусов, ночью чуть прохладнее, 0,2. Ветер умеренный 5 метров в секунду. Жители Уральска ожидают прохладный день с переменной облачностью. Не забудьте взять с собой зонт, возможны осадки. Днем минус 1,3, темное время суток, понижение температуры до 5,7 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В Усть-Каменогорске постепенно наступает зима, небо затянется тучами, ожидается снег. Днем синоптики прогнозируют плюсовую температуру 1,3 градуса, а ночью 4,6 ниже нуля. Ветер северо-западный 12 метров в секунду. Город с особым восточным гостеприимством Шимкент порадует своих гостей, несмотря на облачный день и небольшие осадки в виде дождя. В светлое время суток синоптики обещают плюс 7,9 градусов, ночью 2,4 тепла. Атмосферное давление 700 миллиметров ртутного столба. В Экибастузе погода немного покапризничает, небо затянется тучами, возможен снег. Надеюсь, что чашечка горячего чая или кофе согреет вас в этот субботний день. Днем температура на отметке 0,2, а ночью 4,6 мороза. Максимальная скорость ветра до 18 метров в секунду. Южная столица города Алматы встретит этот выходной день переменной облачностью. Температура воздуха днем 8,10 градусов тепла, ночью столбики термометров на отметке плюс 1,3 градуса. Атмосферное давление 700 миллиметров ртутного столба. В столице нашей республики Астане погода порадует жителей и гостей своим настроением. 24 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем 2,4 градуса мороза, в ночное время 7,9 ниже нуля. Влажность воздуха 37%. В любую погоду заботьтесь о себе и о своих близких. Старайтесь включать в свой ежедневный рацион только здоровую и полезную пищу. А для разнообразия ваших блюд не забывайте про оливки. Клады оливы очень богаты витаминами и минеральными веществами. В их состав входят пектины, белки, а также макро- и микроэлементы – железо, калий, магний, кальций, йод и фосфор. Плоды оливы очень богаты витаминами и минеральными веществами. В их состав входят пектины, белки, а также макро- и микроэлементы – железо, калий, магний, кальций, йод и фосфор. Оливки стимулируют работу желчного пузыря, препятствуя при этом возникновению камней. Полезны оливки и людям, имеющим проблемы со зрением. При выборе оливок помните, что плоды должны быть одинаковыми по размеру и достаточно большими. Оливки будут вкусными, если они не слишком мягкие, а упругие. Об интересных рецептах самых вкусных блюд вы всегда сможете узнать на телеканале «Магия кухни». А прогноз погоды провела для вас я и Катерина Черкашина. До новых встреч, друзья! Берегите себя и будьте здоровы! Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью. Марка или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» «Метеопрогноз» «Облачная кухня».